Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами священник Константин Мальцев и канал Боголюк. И решил я все-таки с детьми сходить на много просваленный фильм «Движение вверх» и не пожалел. Почему даже и решил записать на небольшое видео, комментарий, о этом фильме. Фильм очень патриотичный, очень сопереживательный. И есть ряд моментов, которые нужно озвучить о духовном смысле его. Потому что во всем нужно видеть Божие, Лучшее, Доброе. В чем же духовный смысл? Фильм наполнен не только достижением каких-то спортивных высот, победы в Олимпиаде, в первую очередь личный подвиг, самопожертвование. И на нескольких спортсменах, актерах, в частности, я останавливаюсь, чтобы не был наш сюжет длинный. Остановлюсь я на троих персонажах. Это Сергей Белов, это Александр Белов и Пау Ласкаси. Которые замечательно сыграли актеры Кирилл Зайцев, Иван Колесников и Жиль Венас Таратас. Хочется вообще всем поблагодарить о создании этого фильма. Я прекрасно понимаю, что есть какие-то художественные дополнения, изменения, в частности, фамилии главного тренера. Но это не документальный фильм, нужно было это понимать. Но что это исторический факт победы нашей сборной СССР над Америкой в матче на последних секундах, это факт. И весь этот фильм ты сопереживаешь. И беде главного тренера, и немощам некоторых игроков, в частности. Мы видели сугубый такой подвиг, самопожертвование Сергея Белова, который и вне тренировок общих продолжал дальше трудиться. Для чего? Для победы и пользы всей команды. Может быть, где-то он смущался, где-то обижался на других, что не усердно так другие трудятся. Но тем не менее он начал себя. Как Серафим Саровский говорит, «Стяжи дух мирен, вокруг тебя тесутся тысячу». То есть начни с себя. И, видя твой добрый пример, последует за тобою. Мы видели о духовных вещах. Мы видели, что в фильме Сергей Белов пытается привести к себе домой, на родину, Библию. Священное Писание. То есть даже здесь тонкой линией, невзирая на те времена, когда запрещено было вообще вспоминать о Боге, когда могли уволить тебя, исключить там из пионеров. То есть тяжелое время было, что тайно крестили, отпевали. То есть такое, ну, может быть, не мученьство, но исповедничество люди несли. Как сегодня мы должны нести это исповедничество. Хотя сегодня никто никого не гонит, и мы сможем ходить спокойно в храм, но тем не менее порой, к сожалению, многие стыдятся своей веры. Здесь же мы видим явное желание приблизиться в поисках к Богу. Также мы в реальной жизни, вы сейчас видите фото, где явно рисунок храма. То есть опять-таки лицезрение, как Ломановский сказал, чтение Священного Писания, лицезрение природы говорит об одном и том же, о любви Божьей. То есть каждая душа ищет. Возьмем теперь Александра Белова. У него была немощь, как мы можем прочитать в Викопедии, от которой он почил на 26-м году своей жизни от цирком и сердце. Это редкая болезнь, сердечное заболевание. Но по фильму мы знаем, что тренер пожертвовал все свои деньги, отдав деньги, которые собирал на лечение своему сыну. Опять-таки, с одной стороны, для победы, с другой стороны, он видел явно, что в эту секунду нужно ему отдать, потому что его жизнь висит на волоске. Ведь, как Господь говорит, нет более подвига, чем положить душу за други своя. Здесь он, может быть, пожертвовал лечением своего сына, но он поступил более высоко духовно. И был опять, как основываясь на фильме, возблагодарен. То есть премию от победы на Олимпиаде спортсмена дали ему на лечение сына. В реалии еще Александр Белов участвовал в Олимпиаде в Марселе, где также бронзово завоевала сборная России. И в 1977 году от этой болезни он почил и был похоронен в Питере на Северное кладбище, как, опять-таки, говорит нам в Викопеде. В чем же вот тут важность духовного смысла Александра Белова? Во-первых, опять-таки, самопожертвование, как мы видим в фильме, желание все-таки своей отчизне принести достойное уважение. Мы любим свою страну, мы патриоты своей страны. И в данном фильме я больше вас рассматривал не столько лишь как спортивная какая-то заслуга, сколько более достижения, может быть, с одной стороны, славы для своей отчизны, с другой стороны, показать, что мы не только тверды верою, но и всеми другими, и спортивными, в том числе, и с какими-то рекордами заслугой. Нужно вспомнить один из автобиографий, опять-таки, духовный аспект Александра Белова, который прошел практически накануне, это в 1976 году, когда он, выезжая из страны на таможенный, так называемый таможенный скандал, у него нашли икону. Конечно, разгрозился огромный скандал, что сугубо повлияло на его здоровье, потому что после этого случая его лишили всех регалит, званий, мастера спорта. Ну, можно по-разному рассуждать, то ли он пытался вывезти куда-то, то ли эта икона была его, и он с собой ее возил, чтобы молиться, потому что человек в немощи своей, в болезни, он сугубо обращается ко Господу за духовной поддержкой и с надеждой на его врачевание. Поэтому икона в поле могла быть лично его, но вот так вот это все могли и вывернуть в том числе. То есть поиск человеческой души, опять-таки, Бога. Ну и последний, о ком я хотел сказать, это Палаускес, который сыграл актер Жиринас Таратас. Почему хотел бы на нем тоже остановиться? И в чем духовный смысл его? Вы видели, что в течение практически всего фильма он был такой строптивый, непослушный, потом как-то бросил практически на финишной полосе свою команду, своих друзей, хотя он потом уже утвердился и осознал, что он нужен. И он мог, по сути, потерять и свободу, и все, что ему так дорого, его страна. С чем мы можем здесь сравнить? Конечно, определенный момент самопожертвования. И вспомнить также, как определенный параллель апостола Петра, который тоже был строптивый, который отрекался по своему страху, маловерию от Христа, помните, да, когда его подходили, «Ты ли ученик? Нет, это не я». И как Господь ему предрек, когда петух в третий раз прокричит, «Ты трижды от меня отречешься». И так произошло, и он плакал, раскаялся, и Господь по его покаянию даже дал ключи ему от раны. В чем здесь параллель? Здесь он тоже раскаялся, он вернулся к своей команде, он был до конца верен ей. И Господь провел такое чудо, практически, опираясь на исторические факты и фильма, как мы увидели с вами, получилась заслуженная победа нашей державы, нашей страны. Изумительный фильм. Еще раз хочу сказать и поблагодарить авторов и всех актеров, потому что этот фильм можно просмотреть несколько раз и еще больше и больше найти в нем духовных смыслов, потому что ищущая душа Бога всегда во всем увидит любовь. Храни Господь вас со всеми праздниками. С вами был священник Константин Мальцев. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok